Новое обновление продолжает продвигать идею, где улучшение игрового процесса является контентом, ведь большая часть обновы как раз и состоит из таких перемен. Поэтому давайте разбираться, что уже изменилось. В первую очередь это касается ребаланса. Значительно упростили систему сопротивления и озвимости для врагов. Вместо 13 разных типов материи нам подают привычные термины – здоровье, броня, щиты и сверхзащита. Уязвимости и сопротивление теперь одинаковы для всех представителей конкретной фракции и более четко выделяют подфракции. Для них даже отдельные иконки добавили. Меню карты предлагает и конкретные типы урона, хотя по факту ничего не мешает дальше бегать с комбинацией типа Огонь-Вирус. Кодекс тоже стал понятнее отображать извимости, вместо иконок разной градации. Звучит это приятно, но я бы хотел почитать ваши комментарии о том, повлияло ли это дурным образом на боссов типа Эдалонов и Сфер. Вражеская броня таки получила предел в 2700 единиц, то есть сопротивление к урону в 90%. Эксимусы тоже лишились особого роста брони, и для остального пути это убрали. Немного поменяли подсчет сопротивления урона от брони, чтобы частичное снятие брони стало полезнее. В качестве компенсации, гарниры будут шустрее увеличивать свое здоровье, но вряд ли я ошибусь, если скажу, что игра стала проще. С другой стороны, это позволяет большую свободу снаряжения. Щиты тоже не остались без внимания. Теперь они шустрее растут, начиная с 80 уровня. Задержка восстановления вражеских щитов привязана к значению урона, который щиты получили. Скорость восстановления щитов теперь тоже растет. А вот для остального пути поправили множитель, раньше он применялся дважды. Враги в целом будут щиток шустрее поднимать свою живучесть, начиная с уровня 75-го. К счастью, статус магнита неплохо бафнули, имеем задержку восстановления щитов, бонусный урон по сверхзащите и нулификаторам. Если пробить щит или сверхзащиту, цель получит статус электричества и урон электричеством, что привязано к максимальному значению такой пробитой защиты. Раньше магнит был бесполезен против тех фракций, которые щиты не имеют, но сверхзащита встречается у всех, так что магнит получил долю универсальности. Взрыв больше не снижает врагам точность. Стаки этого статуса вызывают задержанный взрыв с долей изначального урона. Или можно сразу врага подорвать, если накопится 10 стаков. Звучит явно лучше старой версии, хотя лично меня всё ещё манят статусы другие, ведь кроме простого урона здесь ничего нет. Например, новый холод может полностью заморозить врага, что также удваивает крит урон. Газ как статус толком не меняли, но сам эффект сделали заметнее. С этой обновой эффекты статусов больше не наследуют покрас энергии, чтобы не путать игроков. Стоит упомянуть, что пересмотр получили и некоторые фреймы, хотя про них мы уже говорили в прошлом, и особо ничего не изменилось. Например, Фрост получил новую пассивку на продление холода и броню за врагов неподалёку с эффектом холода. Навыки его стали работать с обновлённым статусом холода, и через купол теперь можно стрелять. Эмбер тоже стала удобнее. Например, не нужно удерживать первый навык, и гарантируется статус огня. Само сожжение стало потреблять куда меньше энергии. Огненный взрыв теперь меняет цену каста, в зависимости от шкалы перегрева. Можно резать броню особым врагам. Очищающее пламя теперь и на саму эмбер срабатывает, а исцеляющее пламя может дать эмбер сверхзащиту. Кольца пламени от ульты теперь могут вызвать статус огня, и показатель пассивки разместили над шкалой нагрева. Неплохо постарались для будущего скина наследия. Дувири тоже не осталось без внимания. Получили мы десять новых декретов и режим алхемии для подземелья. Элитные порталы теперь тоже дают струбцины пафоса. Одну штуку в обычном режиме, и три штуки на остальном пути. Как по мне, этого мало. Быстрее будет новый забег начать. И случайные отряды обычно разбегаются после убийства Оровирма. Немного почистили заказы фортуны, убрав мусорные награды, типа кредитов. Наследственные облигации больше не падают на первом этапе заказа. Но для прочих этапов шанс их выпадения подняли. Айтикер запрашивает в два раза меньше кредитов на обмен. Снова упростили получение воедрига. Для крафт выбрали более доступные материалы. И торговцем выступает отец, вместо некролоида. Мол, так больше смысла, и нет баргера в лице войны внутри. Так и уменьшили шанс выпадения страха у сталкера. Вместо 65% получаем 41%. Прочие оружки имеют шанс выпадения около 12%. Но шанс выпадения чертежа как такового остался в 50%. Волк Сатурна 6 получил гарант выпадения части оружия, что раньше составляло 35%. Мол, шанс прежний делали с учётом первого сезона Ночной Волны. И почему-то лишь сейчас это пересмотрели. Существенной переменой является интерфейс. Теперь можно менять снарягу прямо в меню карты. Фокус и встроенная оружка фреймов тут появятся позже. А технику типа арчпушек решили специально тут не размещать. В целом это удобно, хотя снова дизайн интерфейса переходит на сплошное меню вместо гибридного стиля. Стоит отметить, что меню в целом ощущается плавнее с выходом текущей обновы. Появилась функция копирования билда в другой конфиг, и неправильные полярки нагляднее выделяются. Меню статов тоже стало подробнее, а перезрядка вернулась на постоянной основе. Появились и продвигаемые облики фреймов. Пока что доступны для начальных фреймов и джейд. Посмотрим, как ДЕ будут отбирать примеры сообщества. Для оружия, кличей и сестер снизошла благодать. Если бонусный урон составляет хотя бы 58%, его сразу округляют до 60%. Быть может, это некая компенсация, ведь добавили предел в 150 записей про личных боссов. Терминал синдикатов стал приятнее. Для меня это стало мотиватором прокачивать враждебные группы, чтобы скупить их товары. А вот новые комнаты симулякрома передавать можно. Есть они у синдикатов классических, и Критис, что в Дувире. Такие покупные комнаты всё ещё сохраняют эксклюзивный бонус предельного уровня мобов, что разочаровало. Появился новый формат для чисел урона, чтобы те оскакивали при дальней стрельбе, не загораживая прицел и врага. При желании можете включить старый формат, типа облака. Поменяли и масштаб интерфейса, что несколько смутило меня в первый день обновы, ведь старые настройки сбросились. Масштаб меню отвязали от самого интерфейса, и по умолчанию это будет лучше соответствовать крупным разрешениям. Появилась и настройка уменьшения задержки кадров, хотя частота кадров может пострадать. Якобы это уменьшает затраты видеопамяти. Пока что функция доступна лишь для ПК. Обобщили и механику добиваний. Теперь все они запускаются кнопкой контекстного действия, а милосердия отображаются иначе. Добавили меню быстрой навигации для большего перечня мест, что касается Дармезона и хабов типа Деймоса. Ллойд получил набор мистиков кавии. Похоже, что Де таки будут выжидать полгода, прежде чем добавлять сюда новейший контент. За ячейку Нетры теперь дают 5000 местной репутации, а за глубинную Архимедию – 15000. Модификатор, но уменьшение длительности навыков теперь составляет 50%, вместо 75%. Парочку костюмов опера подогнали для скитальца. И в магазине теперь появилась метка про наличие обоих размеров. Донатный набор обновления теперь отображает и смежный набор за платину, что работает и наоборот. Но вернулся для доната эксклюзиев. Например, Глиф Джейд в деле. Можно перепройти Шепот в стенах с этой обновой. Торговать мистиками легендарными теперь можно лишь с 11 ранга. Это не касается получателя. Армагеддон Бездны теперь можно запускать преждевременно. Оборона больше не будет задерживаться. Из-за контроля над разумом Никс и Алтаря Крови Городы. Консоли текущего поколения теперь должны поставлять столько же врагов, как и хосты на ПК. Должны шустрее появляться и враги на раскопках. А для бесконечных разрывов Бездны можно сразу брать недавно использованный релик. Продвинутый резак Цетуса теперь может добывать редкие камни Долины Сфер. Да и в целом обновили описание ресурсов и чертежей. Ряд модов больше нельзя продать. Касается вещей однократного получения. Убрали черный экран, когда ваш фрейм падал в пропасть. Но вы сами в этот момент бегали оператором. Появились метки мастерства разных мест на карте. Отдельно для режима обычного инстального пути. В настройках теперь можно включить автоматическую стрейбу для полуавтоматики. А в качестве противовеса появились моды, которые это запрещают. Но дают свои бонусы. Появились и моды серии Элементалист. Которые добавляют урон статусов. На данный момент это свойство никак не отображается в арсенале. Диплос Дагмат теперь может продолжать стрельбу по уже помеченным целям, если удерживать кнопку. Кристаллы Арагона автоматически помечаются, еслики выпадут на миссии. И напоследок, среди главного, появились гранирские пылесосы. Причём я не заметил их упоминаний в патчноуте, и купить их нельзя как декорацию. Получилась неплохая чистка игры, будто разрабы начали сами поигрывать. Или же мобильная версия стала поводом. Предоставили нам и пять новых карт Преэкс, которые спрятаны в реле Сатурна. Их места я покажу без комментариев. Потому на этом всё. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок